Буквально сегодня я смотрела целый день ролики, которые записал смарт-балет «Беседа с Цискоридзе». И Николай Цискоридзе делился со своим товарищем, как определяются составы спектаклей в Академии, какие проблемы в репертуаре, проблемы в Академии, проблемы с детьми в современной балетной школе, проблемы, которые возникли из-за того, что детей нужно было выпускать, выпускников, а залы не работали. И Николай Цискоридзе делился со своим товарищем, какие проблемы в настоящей современной балетной школе. Делился своими впечатлениями, то, как он сам когда-то занимался. И вот сегодня я буквально совсем недавно наткнулась вот на такую статью в «Собеседнике.ру». Коля в полном шоке выяснилась реакция Цискоридзе на слив постельных фото с мужчиной. Я не верю в это и считаю, это аморальный поступок того, кто напечатал вот эти вот примитив, состряпали фотографии и поместили где-то, чтобы унизить его, оскорбить и сделать его репутацию, опустить его репутацию ниже плинтуса. Я считаю, это подлый поступок вот этого человека, который решился написать вот такую статейку о Николае Цискоридзе. Цискоридзе очень умный, очень одарённый. Я не представляю балет без вот Николая Цискоридзе, а тем более сейчас Академия у него. Он обучает детей. Это люди, которые решились вот так опорочить Николая Цискоридзе, лишают других детей, которые мечтают выступать на великих сценах балета, лишают мечты. Я считаю, это низкий поступок писать гадости про Николая Цискоридзе. Человек не хочет жениться. Он говорил в своей... Почему я говорю? Я слушала передачи, где его подруга спрашивала о том, женится ли Николая Цискоридзе когда-нибудь. И Николай Цискоридзе сказал, что он никогда не женится, потому что он предан балету, он предан сцене. И играть вот на таких вот низких, низменных, своих каких-то в низменных целях, они решили опорочить Цискоридзе, написав вот такую статью о том, что я сегодня не собиралась даже и читать гадость. И советую вам не верить ничему. Верьте только тому, что вы сами услышите, сами увидите. А я считаю, что это грязная статья, грязные фотографии, подделка, подтусовка и прочее. Это уникальный человек. Во-первых, он умный, как собеседник, начитанный. Он много знает. Он говорит умные вещи. И тот, кто пишет гадости, ему завидует. А на этом все.